Чтобы никого не пугать, мы говорим, вот это регулятивная модель. То есть, да, регула, одна составляющая, организую, направляю, контролирую, корректирую, в том числе, да, и задаю формат взаимодействия. Хорошо. Зачем это нужно? А? Кто пользуется? Зачем это нужно? Ну, посмотрите, слышать такой вопрос в сегодняшнее время немножко необычно, поскольку мир полон фейков. Мир у нас с вами перешел уже давно в постправдивый дискурс. А кто будет контролировать это? Кто будет принуждать любителя фейков к фактуальности? Кто его будет направлять с точки зрения предложенного формата взаимодействия? Также мы с вами очень-очень, скажем, сегодня подвержены, ну, например, вот этому течению, которое опровергла уже картезианская когета эргосум. Да, когда вместо когета, да, разделение мыслящих и существующих предметов, мы с вами предлагаем предмет говорения, который уравниваем, вот почему и постправдивый дискурс, да, который мы уравниваем с вещами существующими на самом деле. И тогда у нас стирается грань между правой и неправдой, между истинной информацией и неистиной, а как проверить, где истина, где ложна. И тогда нам приходится верить на слово, потому что я верю другому, потому что он сказал вместе со мной. Это уже вся работа сетевых пространств, она на этом принципе работает. Поэтому это очень и очень на сегодня востребованный аспект, тем более, если вы, ну, по всей видимости, вы в курсе этого дела, что основное сегодня ядро склонения целого социума или общества, или даже государства к тому, чтобы его заставить идти, опять же, видите, в своем форватере, в своем русле поведения на международной ли арене, где-то в торговых ли отношениях и так далее и тому подобное, да, то ядро этих отношений именно коммуникации, ядро коммуникации.